Здравствуйте друзья. Идея этого блога мне пришла в голову в ходе работы над обзором Zigbee LED лампы Acara T1 Zen LD P13LM, в тот момент когда выяснилось, что в актуальной на дату обзора версии Zigbee TMKTT не работает переключатель памяти состояния. Это приводит к не очень приятной ситуации, когда в случае сбоя электропитания, после его возобновления лампочка самостоятельно включается. Напомню, что особенностью работы управляемых светильников является то, что в отличие от обычных питание на них подается всегда, а управление осуществляется логической командой. Я решил рассказать о своих наработках для решения такой проблемы и буду рад если вы поделитесь своими решениями в комментариях. Лучшим решением у которого я не могу назвать недостатков имеется у светильников от E-Lite. Это опция автоматическое включение при возобновлении питания. Если ее отключить, то после возобновления питания лампа будет всегда выключена. Есть еще вариант который называется Power Outage Memory, в частности в первой модели лампочки Acara. После подачи питания светильник перейдет в то состояние в котором он находился перед отключением питания. Тут очевидно есть недостаток. Например, если электрика пропала вечером когда лампочка работала, а включилась ночью, то она снова включится. Подобным образом работает и режим не беспокоить, который встретился мне в контроллере для LED лент от Moes. Однако очень часто управляемые светильники не имеют возможности настройки своего поведения при подаче питания, а режим памяти состояния не что иное как применение тех настроек свечения, которые были установлены на светильнике перед его отключением. Рассмотрим вариант который я назвал недоступность. Он сработает в случае достаточно длительного отключения электропитания, при котором светильник успеет перейти в состояние недоступно. Кстати в zigbee2mqtt эта опция включается в настройках на странице доступность. Для большинства интеграций Home Assistant которые управляют устройствами, эта функция работает автоматически. В качестве примера я взял лампочку от E-Lite в которой активировал режим включения после подачи питания. Лампочка выключена, питание подается, отзывы от устройства есть. После выключения питания, через пару минут когда таймаут получения ответа пересекает некий лимит, который зависит от конкретной интеграции, устройство переходит в статус недоступно. После возобновления питания лампочка сразу включается и через некоторое время необходимое для подключения к Wi-Fi сети и отправку команды статуса, в системе обновляет статус на включено. Статус недоступно мы и будем использовать как отправную точку, используем триггер для автоматизации переход из состояния недоступно в состоянии включено. Действием для этой автоматизации будет отключение светильника. В принципе такая автоматизация работает, но не всегда. Подводный камень заключается в том, что в некоторых случаях после состояния недоступно, на мгновение приходит статус выключено и только потом включено. Это ломает всю логику автоматизации, поэтому нам нужна некая контрольная точка. Роль такой контрольной точки будет играть input boolean, логическая сущность, что-то вроде выключателя, состоянием которого можно управлять. Сделаем отдельную автоматизацию которая будет отслеживать переход светильника в состоянии недоступно. И в случае его обнаружения, включать input boolean, так сказать взводить курок нашей контрольной автоматизации. А она в свою очередь будет следить за переходом светильника в статус включено, тут уже не имеет значения какой статус был перед этим. И если выполняется условие взведенного курка input boolean включен, тогда лампочка будет тут же отключаться. Посмотрим как это работает. Отключаем питание на лампочке. Я конечно ускорил видео чтобы не тратить ваше время, скажу что от момента физического отключения до перехода лампочки в состояние недоступно, проходит около двух минут. После того как статус получен, включается input boolean. Далее после подачи питания и включения света, тоже проходит какое-то время, порядка 10 секунд. Обновляется статус и отрабатывается контрольная автоматизация. С автоматическим выключением разобрались, давайте рассмотрим автоматизацию управления светильником, которая имеет в себе одну хитрость также связанную с темой блога. Триггером тут служит нажатие на клавишу беспроводного выключателя, тут может быть много подобных событий нажатий, движений, времени и т.д. Далее включается селектор условий который проверяет статус светильника, если он имеет состояние выключено, тогда запускается сервис включения с передачей желаемой цветовой температуры и яркости, в моем примере 4000 градусов Кельвина и 100%. А если светильник имеет статус включено, запускается другая последовательность. Сначала светильник переключается на яркость в 1%, а световая температура в 2700 градусов Кельвина, максимально желтый свет, он не такой яркий как белый. И только после этого лампочка выключится. Похожий кейс я показывал в обзоре цветной ZigBee лампочки для Tuya Smart, ссылка в описании. А нужно это для того, чтобы при подаче питания лампочка включалась в максимально щадящем режиме до того момента так как сработает контрольная автоматизация. Расскажу про еще один вариант, который я назвал правомерность. Опыты будем ставить на ZigBee лампочки Acara T1. Теперь поговорим о ситуации, когда сбой был, а светильник не успел перейти в статус недоступно. С точки зрения системы он просто включился. Попробуем отследить такие неправомерные включения. Моя идея заключается в том, чтобы сделать сенсор, который будет гарантировать эту самую правомерность включения. Я создал бинарный сенсор на платформе Template, который будет отслеживать все возможные события при которых можно включать лампочку. В данном случае это нажатие на кнопку и на одну из клавиш выключателя. Добавляем сюда все что нужно. После этого он включится на 3 секунды. Вот как он работает, нажатие и он включается, через 3 секунды выключается самостоятельно. Далее идем по проверенной схеме. Триггером, тут будет созданный нами сенсор, вне зависимости от того сколько выключателей и кнопок мы будем использовать. Далее первое условие, лампочка выключена, при его соблюдении она включится с заданными значениями яркости и цветовой температуры. Второе условие, лампочка включена, перевод в режим минимальной яркости и выключения. Вызводить как в первом случае нам ничего не надо, поэтому сразу контрольная автоматизация. Триггер включения лампочки. Условие, созданный нами сенсор правомерности включения, в состоянии выключено. Это значит что в последние 3 секунды, кнопки никто не нажимал. А раз так, значит лампочка включилась неправомерно. Выключаем ее. Проверим как это работает. Включение при помощи выключателя. Выключаем кнопкой. Теперь сброс питания. Отработка контрольной автоматизации. Назревает вопрос, какой метод лучше. Первый имеет единственный минус, светильник должен получить статус недоступно. Но при этом он совершенно не ограничивает то, как можно управлять светильником, при помощи пульта дистанционного управления, через родное приложение например Mi Home, E-Lite или Tuya Smart. Второй вариант работает по принципу, запрещено все что не разрешено. Все события что не входят в набор темплейт сенсора будут считаться неправомерными. То есть ни пультом, если он не является частью умного дома, ни приложением, ни даже включением из интерфейса пользоваться будет нельзя. Для последнего случая кстати можно использовать InputButton, ссылку на видео по теме вы найдете в описании. Поэтому, первый метод больше подходит для Wi-Fi светильников. Они достаточно быстро, за пару минут переходят в состояние недоступно. Могут использоваться параллельно с родным приложением и могут иметь свои пульты управления. Второй метод хорошо подойдет ZigBee светильникам, особенно тем, которые подключены через ZigBee ToMQTT. Там все равно все варианты включения через автоматизации. Для интерфейса можно сделать InputButton и в состояние недоступно они переходят довольно долго. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok